Цыплят по осени считают, а оценивают качество ремонта по весне. В прошлом году на Аллее Славы прошла масштабная реконструкция. Был восстановлен фундамент на отдельных участках и полностью заменена тротуарная плитка. К сожалению, памятники в эту программу реконструкции не вошли, а потому часть гранитных плит у постамента с вечным огнем отсутствует. По словам директора компании Дорсервис Владимира Уткина, особая сложность заключается в подборе цвета, но эта проблема решена. С трех плиток две поколотые, ну их просто отбили, да. Соответственно, на следующей неделе мне обещали ее привезти, там в зависимости от погоды, потому что там дожди обещают. Соответственно, мы ее за день-два приклеим. Повреждено три гранитных панели и на одной из стел памятника погибшим в Великой Отечественной войне. Менять будем, да? Ну, я тут две. Конечно. К 9 мая успеем? Укреплять, менять. Нужно постараться все это успеть. Три недели назад состоялась встреча с подрядчиком, где были оговорены все необходимые работы. Свою часть мы исполнили, соответственно, жду их либо на следующей неделе, либо через неделю с прицелом как раз до 1 мая все недоделочки по их части, чтобы они завершили. Есть сколы на гранитных плитах, которые обрамляют цветочные клумбы. Но, по словам Владимира Уткина, здесь потрудилось не время, а молодежь, которая избрала эту площадку в качестве экспериментов со скейтбордами и самокатами. Глава района лично обратился к молодым спортсменам. Есть дорожки, которые именно подальше от памятника. Также в плачевном состоянии находится и памятник фонтан «Юность». Но его, а также еще несколько объектов в центре города планируется отреставрировать по другой программе, которая уже второй год реализуется в Российской Федерации. На, так скажем, благоустройство центральной части города около кинотеатра «Искра» правительство Московской области, в том числе с привлечением средств из федерального бюджета, планирует выделить району юбиляру 200 миллионов рублей. В следующем году наш район будет отмечать 90-летний юбилей. В связи с этим планируется благоустроить часть Аллеи Славы, газон, где проводятся мероприятия, увеличить сам кинотеатр «Искра» и облагородить территорию вокруг Тимоховского пруда. Последний раз здесь проводились подобные работы 12 лет назад. Надо делать красоту. Вот эту красоту здесь можно реально сделать. Большой опыт сегодня есть у многих городов, которые превращали вот эти пространства в зону отдыха. Чтобы принять участие в программе благоустройства, Совету депутатов городского поселения «Видное» необходимо принять поправки бюджет, который предусматривает выделение денег на создание концепции будущего благоустройства. Сначала нужно решение, безусловно, Совета депутатов, потом пройдут конкурсные процедуры, потом она будет сделана и будет сделана визуализация. А после этого мы, как и во всех городах Подмосковья, предложим, чтобы жители высказали свое мнение по тому проекту, по той концепции, которая будет предложена. И уже после того, когда она будет доработана по предложениям жителей, будет разрабатываться рабочая проектная документация, которая и будет проходить, соответственно, экспертизу. Во всей этой цепочке проблема в самом начале. Ряд депутатов предлагает заблокировать решение по выделению денег на концепцию благоустройства Центра «Видного». Чьими интересами руководствуются законодатели в данном вопросе, непонятно. Пора закончить увлекаться большой политикой, играть в большую политику, играть на какое-то противостояние. Пора консолидироваться и принимать взвешенные и необходимые решения для всех жителей городского поселения «Видное». Затягивание решения о принятии поправок в бюджет может обернуться тем, что «Видное» просто не успеет пройти все необходимые процедуры и не войдет в программу благоустройства в следующем году. Обретет ли Центр города вторую жизнь, мы узнаем совсем скоро. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Ольга Садовская, «Видное ТВ». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова